Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать настоящие шашечные шедевры от настоящих шашечных гениев. Первая позиция. Белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Вначале хочется поставить дамку. Сюда ставить нельзя, так как дамка ловится, поэтому ставим дамку на f8. Ну и здесь у черных, кажется, простая ничья отдал. Шашку напал. Ну и все, сейчас черные побьют шашку. Пройдут в дамки. Ну и ничья има гарантирована. Тут выигрыша нет. Но в этой позиции белые находят просто сумасшедший ход. По-другому не скажешь. Белые играют cd2. Фантастика. У черных три варианта взятия, но все они проигрывают. Значит, если брать шашкой a3 и бить в дамки, ну тут куда ни бей, на любое поле. Видите, без разницы. Белые бьют дамкой на b4, ловят дамку черных и легко побеждают. Значит, первый вариант. Второй вариант. Если черные бьют в дамки таким образом, тогда делаем тихий ход. GH2. И обе дамки черных ловятся. Ну и третий вариант. Самый красивый. Если в этой позиции черные бьют дамки на поле a1, здесь выигрывает прием запирания. Отдаем шашку и красиво запираем дамку и две шашки черных. Это позиция Игоря Тимковского, чемпиона СССР. Следующая позиция. Дореволюционного шашиста Российской империи Александра Харьянова. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Мы с учеником вчера пытались найти, здесь выигрыш так и не смогли найти. Я, кстати, нашел интересный вариант. Ложный след. Ну, вначале покажу ложный след. Смотрите. Я сыграл на f8. Теперь сюда ставить дамку нельзя, так как она ловится. И сюда тоже нельзя. Видите, быстро ловится. Черные играют GH2. Я играю дамкой на c5. Снова нельзя ставить дамку, так как она ловится. Видите, бесполезно. Но так Аб6 последует. И выигрыш. Ну, вот сюда Аб6. И черным некуда ходить. Видите, дамка ловится. Выигрыш. Но черные в этой позиции после хода дамкой на c5 могут сыграть, поставить дамку вот таким хитрым образом. Тут я нашел вариант из этюда шашиста Сергеева. Оказывается, можно напасть. И если черные играют GH2, бьем на h4. И ход дамкой на e5, кажется, ничья, да? Здесь красиво проигрывает. Играем на d8. И черные вынуждены покинуть большую дорогу. Красивый выигрыш. Если сюда играют, тогда дамка ловится в такую петлю. Выигрыш. А если черные играют на a1, допустим, тогда здесь такая петля. И опять выигрыш. Все это красиво, но это оказался ложный след. Ведь в этой позиции черные не обязаны играть на e5. Черные могут отдать шашку. И здесь выясняется, что белые куда бы ни побили, черные неминуемо занимают большую дорогу. Прошу прощения. И форсируют ничью. Вот это красивый ложный след. А оказывается, выигрыш в этой позиции был такой. В начале надо занять большую дорогу. Теперь у черных, ну по сути, единственный ход. Сюда поставить дамку. Нападаем. Ну в принципе, если бы черные сыграли gh2, то мы бы напали. И позиция сводится к этому варианту. Теперь белые неожиданная игра gh6. В начале кажется, что этот ход малопонятный, но при ближайшем рассмотрении становится понятна идея. То есть черным нельзя занимать большую дорогу и вообще ходить дамкой, так как последует удар трамплин. Видите? Белые отдают дамку и выигрывают. Черные это видят и отдают шашку. Тогда бьем дамкой на c7. Снова нельзя занимать большую дорогу из-за трамплина. Поэтому черные играют на a7. Сейчас думают, поставим дамку, ну и ничья неизбежна. Ну все, как тут выиграть? Непонятно. Но белые все равно выигрывают. Они щедро отдают дамку. Приходится бить дамкой на g1. Играют дамкой на b8. Теперь черные снова думают, ну ничья, все, ну все, ничья. Но белые отдают вторую дамку. И зажимают черных. Приходится отдавать дамку. Бьем до конца. И позиция превратилась в туалет типа сортира. Обратите внимание, что в этой позиции белые сделали по сути 9 единственных ходов дамками. То есть в начальной позиции, видите, у белых 3 дамки. И черные тут следующим ходом ставят дамку. Если сравнивать с шахматами, тут мне один гений тоже написал. Говорит, шашки намного легче, чем шахматы. Представьте, шахматы, в которых позиции значит 3 ферзя, у белых допустим 3, у черных 1. И надо сделать 9 единственных ходов ферзями. 9 единственных ходов. Тут с ума сойдешь просто. Пока будешь анализировать эти позиции. Вот такие пироги. Третья позиция из партии шашечного композитора и мастера спорта Фуада Бахтиозина. Он играл белыми против шашиста Давыдова. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Я также с этой позицией не справился. Здесь я сделал ничейный ход и в итоге черные добились ничьей. В начале играем в gf4. У черных два варианта. Если они бьют на g3, тогда нападаем. Ну и тут снова два варианта. Если закрываться таким образом, тогда нападаем. Ну и здесь черные быстро проигрывают. Допустим сюда. Позиция, видите, разваливается как карточный домик. Ну куда тут играть? Допустим сюда. Побили, побили. Побили вперед. Сюда. Нападаем. Ну и если черные отдают, тогда у белых очень много лишних шашек. Они побеждают. Ну допустим таким образом, видите. Просто переводим дамку назад. Затем переводим шашки на поля f4, g5, h6. Ставим дамку на h2 и дамка черных легко ловится с помощью петли. Отдаем шашку. Затем еще две. И белые побеждают. Некрасиво, долго, но это выигрыш. Значит, второй вариант. Если черные побили, напали. Если черные играют bc3, тогда бьем две шашки. Черные меняются. Отдаем шашку и вот здесь выигрыш у белых. Надо играть cb2. Поставили дамку. Надо ставить дамку на 1. Играем fe3. Грозим. Поймать дамку, поэтому приходится играть bc5. Играем ef2. Ну и черным остается только сдаться. Потому что на единственный ход cb4 дамка черных ловится. И белые побеждают. Рассмотрели. Вариант взятия на g3. Теперь, если черные бьют на поле e3, как было в партии. Вот здесь не надо бить 3. Здесь надо побить одну. Сложный ход. Как бы черные не били, бьем две. Ну и здесь я в расчете в уме доходил до этой позиции. Я отбрасывал этот вариант, потому что считал, что позиция абсолютно ничейная. А как выигрывать? Черные играют ab4. Грозят пройти в дамки. Остановить их невозможно, потому что на ход ed2 следует удар пяткой. И позиция абсолютно ничейная. 3 на 3. Но здесь в партии бахтиозин-давыдов белые пожертвовали шашку и пошли в дамки. Но черным надо также идти в дамки. Белые ставят дамку на f8. Черные играют cb2. Опять кажется, позиция абсолютно ничейная. Олег, зачем ты нам это показываешь? Но тут фуат бахтиозин нашел красивый выигрыш. Ну, сперва покажу ложный след. Нельзя играть fg7, потому что черные ставят дамку. И белым приходится отходить. Потому что на h8 играть нельзя. Черные играют bc5 и cd4. И белые даже проигрывают. Вот в этой позиции здесь был красивый выигрыш. Значит, вместо хода fg7 надо сыграть еда 2. И у черных два варианта. Дамку ставить нельзя из-за красивого приема. Запирания. Кто еще не нашел выигрыш, тоже можете еще раз поставить видео на паузу. Попытаться хотя бы тут найти выигрыш. Красиво отдаем дамку. Затем шашку. И делаем тихий ход gh2. Дамка и две шашки черных остаются в запертии. Очень красиво. Значит, второй вариант. Если черные в этой позиции вместо постановки дамки играют hg3, ну, здесь выигрывают просто столбняк. Ставим дамку на g7. Надо ставить дамку черным. Ну, играем gh8. И ход dc3 неизбежен. Дамка черных гибнет. Если отдают шашку и сюда играют, ну, здесь можно сыграть еда 4. Ну, и опять черным некуда бить. Остается только сдаться. Еще в этой позиции. Так. Какой был момент? Нельзя черным было играть bc5. Из-за оппозиции. Пропускаем черных дамки. И дамку ловим. Снова белые празднуют победу. Ну, и вернемся к начальной позиции. Тут был ложный след. Начальной позиции. Очень хочется сыграть de3. В чем идея? То есть на напрашивающийся ход ab4 играем gh2. Ну, и здесь у черных два хода. ed4 проигрывает из-за удара. cb2. Ну, и белые за счет множества лишних шашек постепенно выигрывают. Если же черные играют bc3, вот здесь выигрыша-то как раз и нет. Это ложный след. Был. То есть белые выигрывают шашку. Черные идут дамки. Белые отдают шашку. Ну, и кажется, вроде выигрыш. Но это ничья. То есть играем. Ставим дамку. Белым надо ставить дамку на h8. И тут черные играют b5. Приходится играть ed2. Тогда играем ab4. Ну, и на единственный ход, ef4, черные просто отдают две шашки и нападают на шашку f2. Если ее отдать, то выигрыша у белых нет. Если же закрыться, таким образом черные уходят наверх. Ну, и просто играют по полям g7 и h8. Это позиция ничейная. К сожалению, выигрыша у белых нет. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok